Мы всегда приезжаем там на трое суток, на четыре дня. Подземляем для меня сущий пустяк. Мы попали сюда второй раз. Первый раз мы были в Феодусе, в Акманайске каменоломни. У нас каменоломни очень большие, самые большие в Крыму. Ориентирование под землей – это своеобразный такой вид, достаточно интересный. У нас каменоломни очень большие, самые большие в Крыму. Выделили участок каменоломен, в которых проводятся соревнования. Маленькие дети, для которых устроена песочница – это такая их определенная выделенная часть системки, где она более безопасна, где дети себя чувствуют более комфортно. Ребята должны найти КП. КП – это такие, ну в данном случае висят, раз это песочница, там висят детские игрушки, которыми играют песочницы, всякие машинки, кеглички, граблички, там кружечки. Карту изучал, это понятное дело. Потом нам руководитель объяснял. Мы ночевали и в лесах, и везде. Для меня это тоже мелочь. Очень интересная изюминка такая, это когда ты под землей бегаешь в полной темноте и пытаешься ориентироваться в пространстве. Привыкли, как бы мы привыкли к палаткам, к тому, что в чем-то неудобство есть. Ну, для нас это нормально. Есть люди, которые не могут жить в палатках без горячей воды, без душа. Для нас это привычно. Поелка «Гадзен» для приготовления пищи. Несколько источников света обязательно, спички, спиртовки, запас батареи. Мало ли, ну, всякое бывает, как бы. На всякий случай всегда надо иметь запасной вариант. Хорошая компания, так вот. Мы уже, да, без этого никуда. Хорошая компания очень. Спортом заниматься надо, потому что дистанция довольно-таки, ну, как бы, да, если ты пешком идешь, можешь не успеть. Здесь очень много людей, много света. То есть одно дело, когда ты один или вас двое, а другое дело, когда здесь очень много людей, здесь горят электрические лампочки, плюс у всех фонари. То есть как бы такого чувства страха или его нету. Продолжение следует...